Субтитры создавал DimaTorzok Вы говорили об основании новой церкви. А что если у членов этой новой общины будет свое представление о церкви их мечты? Можно представить, что они начнут обращаться к лидерам с просьбами организовать то или иное важное с их точки зрения служение. Причем каждый будет говорить о своем. Что с этим делать? Знаете, всегда приятно, когда члены церкви проявляют инициативу и выражают желание поучаствовать в организации новой церкви. И да, вы правы, у каждого из нас, безусловно, есть свои идеи и представления о продуктивной церкви. Иногда такой видится наша домашняя церковь, опыт которой хочется перенять. Может, это хорошо, а может и плохо. Но сейчас я хочу сказать вот что. Чуть позже мы будем говорить о подготовительном этапе в основании новой церкви, этапе, предшествующем каким-либо конкретным шагам и действиям. Прежде всего, необходимо собрать коллектив и выработать общее видение. Возможно, это пока будет лишь грубый набросок, но главное, чтобы на данном этапе его одобрили все. Итак, у вас должно быть общее видение и общее понимание того, что в предстоящем проекте главное, а что второстепенное. Да, кто-то может сказать о каком-то продуктивном служении в какой-то другой церкви, например, служении беспризорником. И здесь важно определиться, будет ли оно для вас в настоящий момент приоритетным, или же стоит обратиться к этому опыту позже, когда будут решены более важные задачи. Итак, на предварительном этапе главная цель состоит в том, чтобы выработать приоритеты. Второе важное направление – это выявление сильных личностей. Этот вопрос станет предметом отдельного обсуждения, но пока замечу, что новая община имеет свойство притягивать к себе инициативных и творческих людей. В ней они видят прекрасное поле для деятельности. Церковь маленькая, рассуждают они. Я, в общем-то, тоже маленький, но вполне могу значимо повлиять на ее развитие, реализовать свой потенциал, помочь ей стать тем, что я всегда считал настоящей, плодотворной, живой общиной. Такой пыл надо уметь мягко охлаждать. Человеку надо объяснить, что он вполне может применить свои идеи и таланты, но только в рамках общего видения. В противном случае может получиться картина из басни «Лебедь, щука и рак». Подобные вопросы входят в тему руководства, чуткого к мнению коллектива, но об этом мы поговорим позже, равно как и о формировании общего видения. Еще вопросы, пожалуйста. В одной из формулировок разновидностей служения по основанию церквей звучит слово «сектериан». Что это? Организация секты? Действительно, это слово вполне можно было бы перевести как «сектанский» и применить его к таким организациям, как, например, «Свидетели Иеговы», то есть к тем, чье учение построено на искаженном понимании Библии. Но я имел в виду совсем не это. В данном случае речь идет о чем-то ограниченном, узкоденоминационном. Этот термин я заимствовал у Стюарта Мюррея, одной из его работ, посвященной теме основания церквей, и использую его, подчеркну это еще раз, не для обозначения некой религиозной группы с особым учением, противоречащим Библии, а для описания общин каких-то конкретных динаминаций, баптистов, пресвитериан или лютеран. Иными словами, синоним к этому слову «конфессиональный». В России нередко можно услышать такое. «Да, бывал я» или «бывала я в церкви, и там не лучше, чем в мире. Незачем туда ходить. Я просто буду жить с Богом в душе». Что бы вы на это сказали? Да. Во-первых, нельзя не признать, что у многих людей действительно есть негативный опыт посещения церкви. Это так. Никаких оправданий я искать не буду, ибо сам считаю, что церковь обязана быть чуткой к людям и их потребностям, что, к сожалению, мы наблюдаем не всегда. И в первую очередь это надо осознать и не пытаться защищаться от обоснованных или необоснованных обвинений в адрес церкви. Когда люди выражают свое разочарование, понятно, что оно имеет под собой определенную почву, и это печально. Итак, нужно прежде всего попытаться понять такого человека. Однако наряду с этим не менее важно осознавать, что церковь не идеальна. Она состоит из грешников. И как бы добросовестно мы не стремились служить Христу, как бы благочестиво не хотели жить, наша падшая природа то и дело о себе напоминает. Совершенство будет только на небесах. Посему остается лишь проявлять максимум смирения и признавать свое несовершенство. Мне кажется, что наиболее часто люди разочаровываются в церкви тогда, когда, столкнувшись в ней с неприятием, недостойным поведением или отношением, они в ответ не наблюдают никакого раскаяния. Есть и еще один важный момент, который необходимо объяснить. Какой бы несовершенной церковь ни была, быть христианином в одиночку невозможно. Это миф. Не стоит думать, что достаточно совершать молитвы в тайной комнате и любить Христа. Христос говорил, что любить Его значит любить ближнего, любить тех, кто Его волей оказывается рядом с нами. Все христиане члены одной большой духовной семьи во главе с Иисусом. Можно ли самоустраниться, изолировать себя от братьев и сестер? И потом, Бог наделил нас духовными дарами и предназначены они не для вас лично, а для служения людям. Именно в служении, в попечении о ближнем достигается подлинная зрелость во Христе. И где, как ни в церкви, мы получаем возможность проявить заботу и участие. Конечно, это можно делать и на работе, но уже независимо от тела Христова. Христос же называет церковь телом, и нужно осознать себя его частью. Да, церковь несовершенна, и с этим надо смириться. Но и мы несовершенны. Знаете, что в ответ на высказывание «я не хожу в церковь, потому что еще не нашел для себя идеальную общину», однажды сказал Билли Грэм. «Когда найдете, не вливайтесь в нее, потому что она тут же утратит свое совершенство». И знаете, что-то в этом ответе есть. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинари». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok